В нашем теле принципиально есть два типа мышц. Белые быстрые и красные медленные волокна. Красные отвечают за выносливость, белые за силу. Белые волокна сокращаются быстро, а красные наоборот, медленно. Отсюда и название произошло быстрых и медленных волокон. Культуристы и силовики задействуют в работе белые волокна, а те, кто работает на выносливость, соответственно красные. Но за силу надо платить. Поэтому продолжительность нагрузки на мышцу при работе на силу непродолжительна. Порядка 20-30 секунд. Так, например, красные волокна используют путь получения энергии аэробно с участием кислорода. Поэтому к ним подходит больше капилляров для лучшего снабжения кислородом. Такой способ получения энергии позволяет развить этим волокнам большую выносливость. Белые волокна получают энергию мышечного сокращения анаэробно, без участия кислорода. Таким образом волокно обретает большую силу, выносливость и быстроту. В среднем скелетная мускулатура человека содержит 40% красных медленных и 60% белых быстрых мышечных волокон. Тренировки в тренажерном зале разрывают мышечные волокна, в результате чего образуются микротравмы в мышцах. Через какое-то время микротравмы заживают и мышцы увеличиваются в размерах. Наблюдается так называемый эффект суперкомпенсации. То есть, когда мышцы после тренировки восстановились до прежнего уровня тренированности и превысили его. Но это в идеале, на практике все иначе. Чтобы прогрессировать в бодибилдинге, надо уяснить три простые вещи. Здоровое питание, восстановление, а также правильно составленный тренировочный план. Если из перечисленного у вас что-то западает, то вы навряд ли добьетесь успеха в бодибилдинге. Так, например, однообразные тренировки заставят ваши мышцы адаптироваться к нагрузкам. В результате чего эффект от таких тренировок будет сводиться к нулю. Ведь для того, чтобы ваши мышцы росли, нужно шокировать их постоянно, придумывать новые упражнения, чередовать легкие и тяжелые веса. Только так можно спрогрессировать. Профессиональные культуристы, те, кто достаточно долго занимаются в тренажерном зале и достигли приличных результатов в бодибилдинге, знают о генетическом пределе. То есть, когда мышечная масса не работает, несмотря на усердные тренировки, поэтому начинают принимать анаболические стероиды. Но это уже отдельная тема для разговора. Итак, подведем итоги. Чтобы наши мышцы росли, необходимо постоянно их тренировать и создавать благоприятные условия. А именно, полноценно восстанавливаться, хорошо питаться и правильно тренироваться. И, конечно, верить в себя и своей силой. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok